Девушки отдыхают И вы успеете приобрести все необходимые навыки задолго до того, как в вас полетит первая ракета «Земля-воздух», а это немаловажно. Во-вторых, управление самолетом не слишком обременяет игрока. Вам не нужно будет заучивать, что означают все сто с лишним кнопок на вашей клавиатуре. И так вы молодой курсант, прибываете на авианосец, название которого можно перевести как «Хранитель мира». В отличие от других подобных игр, вам тут же предоставляют удобную каюту. Капитан корабля приветствует вас с теплым письмом, а в своем компьютере вы находите меню на сегодня. Кстати, эта игра заинтересует и гурманов, поскольку меню в столовой меняется каждый день. Одному из наших экспертов так и не удалось совершить ни одного вылета, зато через неделю весь камбуз знал его как родного. Но если вы все-таки найдете в себе силы выйти на самолетную палубу после плотного обеда, можете садиться в кресло пилота, пристегиваться и в бой. Военные действия, описанные в игре, происходят над территорией независимой Кубы и чуть менее независимой Аргентины. Куба почему-то представляется американцем рассадником мирового наркобизнеса, так что вам предстоит уничтожать корабли с наркотиками, заводы, производящие наркотики и самолеты, охраняющие заводы и корабли с наркотиками. Раздосадованные кубинцы не применут выпустить в сторону Америки пару баллистических ракет, которые вам также предложат уничтожить, на секунду оторвавшись от столь привлекательных наркокораблей и наркозавода. Затем вы будете вовлечены в странный конфликт между Аргентиной и Перу. А вот интересно, отчего мог возникнуть этот конфликт? Да ясно из-за чего. Из-за террористов Тупака Амара, которые захватывали в свое время японское посольство в Перу. И Перу решило, наконец, отомстить. Угу. А при чем здесь Аргентина? Ну, Аргентина-то как раз находится под боком. Чтобы отомстить, не надо далеко ехать. Да и вообще, известно, что соседей лучше держать в страхе. В общем, разбирайтесь в этом сами. Бомбите там, кого надо. А потом возвращайтесь на корабль, паркуйте свой самолет и бегом в офицерскую столовую. А что у нас сегодня на обед? Как известно, 97-й год был признан годом стратегии. Сегодня мы представим вам две из них. Обе эти игры, безусловно, стали украшением жанра. Так, а это что еще такое? Это пластиковые деньги. Их еще называют деньгами будущего. А-а-а. Итак, встречайте. Космическая фантасмагория Дак Рейн и варгейм Сиде Мейера Геттисборг. Итак, темное царство. Действие игры происходит, угадайте, когда? Правильно, в будущем. Не правда ли оригинально? Но насчет будущего вы и сами все знаете не хуже нас. Техногенные катастрофы, экологические проблемы, перенаселение, переселение человечества и все в том же духе. По крайней мере, так представляют будущие создатели игр. В игре Дак Рейн эти события тоже подразумеваются. Но поскольку дело происходит в отдаленном будущем, внимание игрока на них особо не заостряется. Оказывается, к тому времени все жители нашей вселенной разделятся на две основных партии. Или, как сейчас принято говорить, группировки. Собственно, империя и свободная гвардия. Сейчас уже нельзя в точности сказать, в чем была причина конфликта между этими группировками. Может быть, свободная гвардия вела себя как-то чересчур свободно. Может быть, наоборот, империя демонстрировала невыносимые имперские амбиции. Ну, в общем, расплевались они. В результате получилось что? Открывается какая-нибудь планета. Туда немедленно бросаются поисковые группы рабочих империй. С другой стороны вселенной поспешают рабочие свободные гвардии. И начинается соревнование. Кто быстрее построит свою базу, обеспечит ее ресурсами, сбережет своих людей, ну и так далее. В общем, тяжелая борьба с природой. И зачем, спрашиваются эти гонки на выживание? А затем, чтобы как можно быстрее создать оружейный завод, сколотить армию и огнем выжечь нахального конкурента с этой планеты. Вот и все. У наших экспертов даже сложилось впечатление, что новые планеты вообще осваиваются только для того, чтобы был хоть какой-то повод для конфликта. Ну что ж, может быть, может быть. Как вы уже поняли, Дак Рейн относится к жанру реал-тайм-стратегии. Интерфейс игры выполнен довольно оригинально, так что вы всегда сможете отличить ее среди бесчисленных стратегий, а управление достаточно традиционно для этой категории. Битва под Геттисбургом Соединенные Штаты Америки. Гражданская война. Северяне под руководством генерала Гранта не могут преодолеть сопротивление армии южан под руководством генерала Ли. Решающая битва должна состояться под городком Геттисбург в Пенсильвании. В результате северяне ценой огромных потерь выигрывают битву, и южане начинают отступать. Спустя какое-то время генерал Ли капитулирует, и конфедерация перестает существовать. Воспоминания о ней остаются только в книгах и песнях. А девиз «Юг восстанет вновь» впоследствии становится девизом целого рок-н-ролльного движения. И так у вас появляется возможность повлиять на ход истории. Вы можете играть за конфедерацию, победить северян и добиться того, что уже северная армия перестанет существовать, воспоминания о ней останутся только в книгах, а девиз «Север еще восстанет» станет девизом каких-нибудь рейверов. Игра происходит следующим образом. Вы получаете какое-либо задание, связанное с одним из реальных эпизодов войны. Например, «удержать черта в холм до полудня» или «выбить противника из старой церкви» и тому подобное. Последовательные победы в этих маленьких эпизодах приведут вас к полной окончательной победе. Все названия и номера корпусов бригад и батарей полностью соответствуют реальным. Одним словом, это одна из лучших военных стратегий, выпущенных в последнее время. На сегодня это все. Продолжение церемонии смотрите в следующей программе. «Гейм оба». «Гейм, как говорится, оба».